Угрозы в информационной сфере нарастают с каждым днём, отмечают участники инфофорума. Набирает популярность и тенденция использования информации в качестве оружия. А применение современных информационных технологий зачастую направлено не на поддержание мира. Вопрос стоит достаточно остро, и только совместными усилиями уверены чиновники можно выработать правовые меры, которые не допустят информационных войн. Руководством к действию, говорит коллегам председатель комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая, должен быть документ, принятый президентом России в 2013 году. Основой международного сотрудничества в области информационной безопасности. В сложившейся ситуации в стране даже появилось понятие технологический суверенитет. Для нас принципиально важным является подтягивание, я прошу прощения за такой термин, но он наиболее удачен, информационных возможностей тех стран, где информационные технологии ещё не в достаточной степени развитые. В том числе и по отношению к самим себе, к Российской Федерации, мы заявляем как актуальную проблему развития современных информационных технологий и обеспечения собственного технологического суверенитета. Во времена киберэпохи технологическая бронь в стране должна быть мощной, отмечают специалисты. Ведь в сложившейся ситуации доверять нынешним лидерам IT-рынка сегодня достаточно сложно. Поэтому цифровой суверенитет для России – это стратегическая цель. Сделали сегодня докладчики и благоприятный прогноз о том, что информационного суверенитета в стране можно достичь в течение 4-5 лет. Стратегические государственные системы защищены, военные защищены. И здесь информационный суверенитет будет означать просто то, что мы сами своим трудом, трудом наших сограждан, программистов, производителей IT-индустрии сможем сами обеспечить свои информационные потребности. Хотя, конечно, лучше делать это в конкуренции со всем миром, чтобы не только свои информационные потребности, но и обеспечить экспорт наших IT-технологий в другие страны. Решать проблемы информационной безопасности в киберсфере в одиночку неправильно, уверен и специальный представитель президента России Андрей Круцких. А потому главная задача российских дипломатов сегодня – мобилизация международного сообщества для коллективного решения этой глобальной проблемы. И, конечно же, самое главное, никакая безопасность не может быть ни одной страной обеспечена, если она не обеспечит свой технологический суверенитет. И как раз наш президент, наше правительство сейчас главным приоритетом делают вот это, сейчас стало снова очень модным, но это очень важное и критически важное направление политики – это импортозамещение. То есть надо использовать достижения других стран, но сажать это все на свою почву, создавать свои технологии, развивать производство, стимулировать бизнес, чтобы у нас была самодостаточность. Усилия российской дипломатии в отношении кибервойн и преступности направлены не на урегулирование конфликтов, а на их предотвращение, отмечают чиновники. Сейчас специалисты добиваются разработки правил ответственного поведения государств в информационном пространстве под эгидой ООН. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.